Мы празднуем Бога явления, мы празднуем крещение Господня в Иордане. И в память о том великом событии евангельской истории, через которое мир уявилась Святая Троица, через человеческое естество, соединенное со всем физическим миром, Троица, которая через это воплощение Сына Божьего вошла в ткань, в плоть и кровь человеческого бытия. Божественная, единая Троица и даровала через Сына великую благодать всему миру. Благодать – это и есть божественная энергия, через которую Бог передает свою божественную силу всему человеческому роду. Если в физическом мире без энергии нет ничего, то тем более в мире духовном ничего не может происходить без божественной энергии. Мы обретаем дар благодати Божией через крещение и миропомазание. Мы всякий раз этот божественный дар усиливаем причащением святых христовых тайн, принятием других тайн в Церкви, посредством передачи этой божественной энергии, оказывается решающее влияние на нашу духовную жизнь. «Без Ним меня не можете творить ничего», – сказал Господь. «Действительно, это относится даже к обычным человеческим делам, но если говорить о духовной жизни, то ничего не может быть без Бога совершенного благо человеку и роду человеческому. И вот этот божественный сигнал – это передача божественной энергии от Творца через Сына Его, силой Святаго Духа на каждого из нас. И есть ничто иное, как дар благодати Божией». И мы сегодня прикоснулись к этой благодати, совершив таинство освящения воды. А окропляя водой все, что вокруг нас, мы передаем и на живое, и на неживое этот заряд божественной благодати. Бог никого не принуждает к спасению. Он призывает к спасению. И для того, чтобы мы были способны откликнуться на этот Божий призыв, дает нам свою благодать. Но если мы еще и от благодати закрываемся, то тогда и от Бога закрываемся. И тогда нужно сдать чудо, которое иногда свершается по молитвам родителей, родных или близких, даже над человеком неверующим. И в какой-то момент он открывает свое сердце к Богу. Он убирает тот самый щит, который ограждает его от воздействия божественной благодати. Наша молитва сегодня о всех и за вся, за все Божье творение. Чтобы Господь хранил его от злого человеческого умысла. Или от стремления людей получать от творения как можно больше, не заботясь о его самосуществовании. Повсеместно загрязняя или уничтожая это Божье творение. Мы должны сегодня молиться и, конечно, о Церкви нашей и о всех церквах православных. Потому что через Церковь Вселенскую, Православную, передается Божественная благодать людям. Чтобы никакие расколы, разделения, на которые постоянно посягает враг рода человеческого, не превратили ту или иную Церковь в нечто лишенное Божественной благодати. Мы знаем, что отступают от Бога и лишаются Его благодать и не только люди, но даже Церкви. История знает много примеров такого отступничества, когда целые общины христианские отступали от веры, искажали истинную веру или вступали в расколы, соединявшие их с людьми, не имеющими дара Божественной благодати. Вот и сегодня есть такая угроза, что часть православия может, под влиянием внешних, могущественных сил, не имеющих ничего общего с Церковью, быть уязвленной этим грехом и уйти от источника жизни вечной в то место, где только есть обряд, но нету спасения. Вот почему наш призыв сегодня, особенно к тем, кто еще раздумывает, с кем быть, с Церковью или с расколом. Братья и сестры, это не просто выбор человеческий, это не просто выбор квартиры или места проживания, это не просто желание пойти направо или налево, это путь ко спасению или гибели. Потому что тот путь, который уводит нас от Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, это путь в сторону от благодати Божьей. Итак, Господь дает нам свою благодать. Через свои страдания, через свою смерть, через свое воскресенье, Он не спасал Дух от своего святаго. И Дух приводит эту божественную энергию в жизнь человеческого рода. Сегодня мы явились свидетелями этой тайны. И дай Бог, чтобы божественная благодать превозмогала наши грехи и наши соблазны. И дарвала нам возможность в теле Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, отрешаясь от всяких ерес и расколов, взойти в Божественное Царство. Не увлекшись ложному пути, который ведет в другом направлении, далеком от Бога и от спасения. Пусть благодать Божия, которую мы сегодня все изрядно получили, укрепляет наши немощные силы и помогает нам хранить веру, оставаться верными Церкви Божией и через нашу веру и верность обретать благодать Святаго Духа, вводящую нас в жизнь вечную. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok